Полёты во сне и наяву Спасибо большое, что пришли к нам в гости Я рада приветствовать вас в доме правительства Московской области Я надеюсь, что вообще вы будете часто заходить к нам на всякие наши интересные события На самом деле много моих гостей в какой-то момент В основном это музыканты, режиссёры, актёры Сворачивали на кривую на тему критики современного телевидения Вот говорили про театр, говорили про кино Как же всё замечательно в театре Кино уже тоже, музыки лучше всего А как про телевидение, так сразу Поэтому я, конечно, ещё масса всего интересного хотела бы у вас выяснить и поговорить Но начну, наверное, с этого Потому что кто, если не вы, нам скажете, почему действительно сегодня телевидение испытывает такой кредит недоверия и нелюбви Ну, раз они сворачивали, раз все уже сворачивали на телевидении Давайте я сверну на них для начала Вот, и скажу вам следующее Что, может быть, в театре и ничего Но в театре жуткий кризис сценарев И, насколько я знаю, пьес Пьес, да, насколько я знаю, люди, которые ставят, ну, литературный материал, так скажем, да Большинство режиссёров страшно жалуются, что в последнее время все значительные успехи в театре Я не эксперт по театрам, но, тем не менее Это постановки, перепостановки классического материала Вот, сегодня очень трудно найти литературный материал для театров И его, он практически не производится, не генерируется в нашей стране Это большая проблема Я думаю, что не только у нас Если посмотреть на Западе, у них тоже проблема с сценаристами, да Вот, это что касается театра Вот, то, что называют классической музыкой Согласен, абсолютно с вами соглашусь То, что касается народной музыки, эстрадной музыки Это, конечно, беда полная Так это же проблема телевидения, потому что по телевизору показывают жутко Вместо классической музыки Ну, да, понимаете, это, конечно, полная беда Был небольшой всплеск музыки в нашей стране, когда появился так называемый российский рок И это было неплохо Я не любитель российского рока Но это было неплохо Это было искренне, честно Вот, не за деньги, да, что называется Вот, поначалу Вот Но сейчас, к сожалению, это ушло А ничего взамен не пришло Что мы, как это, помните, вот на этом заводе Что мы не делаем автомат, получается, пулемет Да, да, да Так же, как что они делают наши музыканты Получается либо марш, либо частушка Одно из двух, да Ну, понятно Вы, как человек, который знает эти ноты Не можете с вами не согласиться Вот Теперь, что касается кино Я не мог не прийти на эту программу Потому что «Полеты во сне и наяву» Это один из любимейших моих фильмов вообще отечественных Я считаю, что это, ну, великолепнейший совершенно фильм Вот А когда «Полеты во сне и наяву» с вами Ну, теперь тем более Спасибо Вот когда наш кинематограф начнет снимать фильмы Похожие на «Полеты во сне и наяву» Почему это же довольно современный, как бы, российский, советский фильм Я уже не говорю про классику Которую вряд ли, конечно, мы сможем вернуться Там и «Отец солдата», там, я не знаю Летят журавли Ну, это даже смешно Вот хотя бы вот это Вот тогда можно будет говорить, что в кинематографе что-то начало происходить Вот А то, что Бондарчаку удается за первый уикенд отбить деньги, которые он вложил в кино Ну, в Америке почти все фильмы так отбиваются Да, там, за первый уикенд отбивается сумма, потраченная на производство фильма Вот Но это еще не признак Признак того, что Бондарчак добился тех же успехов, что и его отец Я думаю, что он их добьется Я уверена, что у него есть потенциал Но нужно подождать И ему нужно не почивать на лаврах, а еще очень сильно потрудиться Вот, поэтому Теперь переходим Так, интересно Вот, понимаете, поэтому Это к вопросу, потому что у нас везде очень хорошо У нас не везде все хорошо Вот И в особенности в культуре Что касается телевидения Поэтому в телевидении у нас примерно те же самые проблемы, что и в других В других областях Вот некой, как бы, кросс-культурной коммуникации Вот И связано это в первую очередь с тем Что мы не можем сделать достойное коммерческое телевидение Что телевидение в понимании российского, советского, совсем российского Унаследовано такое понятие, что есть вещи бесплатные Понимаете? Там, скажем, там Телефон, да? Ну, всю жизнь был бесплатным фактически, да? Вот И вспомните, какая должна была произойти ломка Чтобы люди вдруг начали понимать, что там за разговоры надо платить За что-то, как бы, да? Вот И то же самое, естественно, с телевизором Телевизор, все люди воспринимают телевизор как нечто бесплатное Поэтому платить Платить за телевидение и эти деньги Деньги, которые реально его окупят Люди не готовы Говорят, знаешь, скажем, там Что НТВ было Было успешным коммерческим проектом Это неправда На первых порах, пока ток-ток-ток началось становление Да Но потом НТВ быстро ушло в то, что просто руководители НТВ стали капитализировать Своё политическое влияние в конкретные деньги Вот Эти конкретные деньги приходили не конкретными деньгами А в виде лицемерных займов Газпрома Поэтому потом просто достаточно было попросить их вернуть займы Вот И коммерческая модель рухнула, понимаете? Вот Очень хорошо всё у ВКТРК У честного государственного канала Который делает телевидение на государственные деньги Соответственно, выполняет И исполняет некую редакционную политику Продиктованную государством Вот И у него всё более-менее нормально Вот Но тоже есть проблемы, понимаете? Поскольку Поскольку в отличие, скажем, от БСИ, которые живут в основном на деньги Которые собираются за лицензию То есть с граждан Да, оно же не государственное, но общественное телевидение Вот Возникают две проблемы Первая В ВКТРК разрешена реклама И она ведёт коммерческую деятельность И вот это довольно сложно, как мне кажется, найти баланс Между коммерческой составляющей и государственной составляющей Да С одной стороны, она вынуждена конкурировать за рейтинг Ну, чтобы продавать рекламу С первым каналом, с НТВ и так далее А с другой стороны, у неё есть некая государственная политика Некое государственное видение того, что хорошо, что плохо Которое нужно проводить Это раз И второе Второе Это то Это то, что Понимаете, какое дело У нас очень узкий рынок телевизионных профессионалов Их очень мало Как в своё время В программе «Время», где я работал Где вообще большинство из нас работали Те, кто потом ушёл делать вести Работало невероятное количество людей Вот Одних зарубежных скорпунктов было, по-моему, 150 штук Вот Сейчас, скажем, у НТВ, по-моему, осталось два То ВГТРК чуть больше Вот Поэтому просто половина Половину людей взяли и ушли на ВГТРК Да Потом половину людей с ВГТРК ушли на НТВ Потом половину людей с НТВ ушли на РЕН И так далее Понимаете Поэтому Ну вот представьте Есть какой-то небольшой коллектив Да Вот, скажем Есть правительство Московской области Да Вот Которое выполняет свои задачи Которое хорошее, красивое Живёт в замечательном здании Тут всё построили Потом взяли половину Раз От вас И отдали, значит И половину сотрудников ушли в Нарфаминское правительство Потом из Нарфаминского половину людей ушли в Варехово-Зуевское И что мы имеем на выходе, понимаете Вот Поэтому это ещё одна причина проблем Но Я готов довольно долго обсуждать причины каких-то проблем Причин несовершенства, которые есть в нашем телевидении Но Как человек, который интересуется Им достаточно много ездит И когда я езжу, я включаю, всегда включаю телевизор И с интересом смотрю Российское телевидение Одно из самых интересных телевидений в мире Скажем Сравнить даже с английским Даже с американским Да-да-да Уж не говоря там про французское Ну вот честно Оно 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 адекватное Оно интересное Оно красиво сделанное У нас в России реально существует свобода слова Это не значит, что человек может прийти, скажем, в вашей эфире И говорить всё, что угодно Нет Но это значит, что любой журналист Может найти себе средство массовой информации Индекционная политика которого Которую он обязан соблюдать Будет соответствовать его представлениям о добре и зле Согласны? Ну да То есть человек может пойти, да? Может на Россию Может на канал Дождь там, да? Да, условно, да Если завтра Воробьеву не понравятся Не понравятся нам те акценты, которые вы расставляете Комментируя культуру Вы найдёте У меня особая ситуация Я советник его по культуре Поэтому я провожу точно Ему трудно не согласиться Да, политик Нет, вы знаете, я это имела в виду немножко другое Я имела в виду качество продукта С точки зрения компетентности журналистов Которых вы в том числе учите Потому что мне бывает очень стыдно за коллег Очень Это касается элементарных правил русского языка Элементарного незнания И что меня смущает больше всего Не знать не стыдно Как сказала мне раздражение Одна там юная коллега Она сказала, что ну как же Вот вы там не знаете элементарных ключей Она говорит, ну что вы ко мне Представляете Она там предположила, что Спиваков играет на рояле Что если мне понадобится Я открою гугл и посмотрю И я пыталась объяснить Что не в каждой жизненной ситуации Есть гугл Но бывают такие места Где гугла нету Вот Значит вот это Плюс ну качество юмора Потом вы говорите там Вот русский рок и так далее Масс-культура Я просто про это постоянно говорю Вот просто уже как в одну точку Что масс-культура Она конечно же может быть очень качественной Мне кажется, что наша беда Что мы в 90-е Как раз масс-культуру качественную потеряли Мы сохранили Великую Нашу настоящую культуру С точки зрения классики Там литературы, музыки, театров Плюс-минус все равно Может быть нет Там снова драматургии Мы масс-культуру отвергли Как пережиток социализма Понимаете Она была насквозь идеологизированная Но Раймонд Пауз лучше, чем то, что сегодня на эстраде И Стругацкий, и Семенов лучше, чем Донцова Ну простите меня Я это имею в виду И качественные, так сказать, сериалы Те, я помню, что больше усилий было И так далее Это все масс-культура И, кстати, ну даже те певцы Которые условно сегодня еще живы Они просто Ну понятно, что никто не молодеет Но тем не менее Они продуцируют другое И вот в этом во всем Как раз и есть качество Для интертеймента Что касается культуры на телевидении Что касается низкого качества журналистики Здесь я с вами отчасти соглашусь У меня только есть один философский вопрос Который я задам Вы на него не сможете Одно и никто не может ответить Я сам не могу ответить Смотрите Каждое следующее поколение Оно всегда критикует предыдущее Это испокон веков Что вот в наше время Мы знали ноты Мы выходили в консерваторию Мы читали книги Гегеля, Бебеля, Канта Сейчас молодежь ничего не читает Ничего не знает Такие все тупые идиоты Это из поколения в поколение Происходит столетиями Но прогресс происходит Ну прогресс Почему происходит прогресс Если каждое следующее поколение Объективно тупее предыдущего Вот согласитесь Вот это был парадокс Теперь начнем культуру Я с вами совершенно согласен И вот я учу детей Ну молодых людей В институте На факультете журналистики И я главный упор Делаю не на Объясняем как и что Не на том Как нужно смонтировать там стендап Или как нужно снимать Там на контровом свету Там синхроны А именно на культуре В первую очередь И на языке Как на основном элементе Нашей национальной культуры Мои занятия С каждой очередной группой Которая приходит Ко мне заниматься С каждой очередной набор Начинается с того Во-первых Если кто-то Пришел на занятия Позже преподавателя А я всегда даю Там минут пять Я захожу там Минут через пять После звонка Ну чтобы люди успели И это заметим ГИМО Это уж как бы Да Вот То значит я Вы можете вообще не приходить И потом принести справку Что вы болели Или Если вам интересно послушать Я вам записываю Как опоздание Это пол прогулок Она говорит Ну у нас там Вы понимаете Я говорю Я ничего не понимаю Это неуважение К педагогу Это неуважение К старшим Понимаете Это вам аукнется Когда вы будете на работе Представьте себе Если ваш губернатор Проводится совещание А люди приходят А люди приходят В течение первых Там двадцати минут Извините Я задержался Ну сколько Включено Вот Их это очень ломает Потом Пришли люди сели Я говорю Почему в пальто Они говорят Ну как-то вот у нас тут Я говорю Простите меня Пожалуйста Не холодно Вот здесь тоже Какая-то прохладно Вот здесь мы сидим Прохладно Но вот вы сидите С голыми плечами Не в пальто Понимаете Они говорят Ну как же так Я говорю Ну потому что в пальто В помещении В верхней одежде В помещении ходить Это элементарное Отсутствие культуры Если вам холодно Сейчас дресс-код У студентов любой Наденьте джинсы Наденьте под них Теплые колботки Наденьте свитер Но в пальто Вы не будете На занятиях сидеть Заходит мужчина Я говорю Почему в главном уборе Он говорит Не ну это такой Это такой стайл Тренд Гаджет Имидж Там или как-то еще Я говорю Знаете Я не понимаю Что такое Я знаю Что мужчины В помещении Снимают главные уборы Женщины Если вы женщины Можете остаться Как у Булгакова Да Прошу вас Снять главную убор Понимаете Вот Они на это Так нервно реагируют Я говорю Ребята Вы поймите Культура Это то Что люди Требуют от телевидения Даже люди Не очень образованные Не очень воспитанные Они хотят Чтобы им сделали красиво Чтобы было культурно Они заедут Смотрят телевидение Они Даже если ты Плохо образованный Сильно пьющий человек Ты не хочешь Такого же синего Заикающегося И красно-женщина Видит в телеке Правильно Ты хочешь Чтобы там Красивая женщина Сидела культурно Разговаривала Правильно Ну что ж такое По-французски не знает О чем с ней говорили Вот Это первое И язык Буквально вчера У меня был семинар На котором Я рассказывала О требованиях К телевизионному языку И одно из требований Которые я всегда Как руководитель программ И в институте требую Это никогда Не употреблять Иностранных слов При наличии Адекватных русских Синонимов И переводов Там я говорю Пожалуй Тебе еще например Там компьютер Можете называть компьютером Есть конечно ЭВМ Там электронно-выслительная машина Но это как бы та Которая с такими Большими бобилами Запускает Гагарина в космос А как только появился Компьютер Вот этот Который маленький Ну компьютер И компьютер Хорошо Ладно Давайте там Хорошо Можете WorldSkills У нас чемпионат По WorldSkills Вот эти вот движения Которые мы делаем Пальцем по мышке Давайте их называть кликами Ну клик и клик Ладно Это пришло Вот Но называть пончики донатсами Понимаете Ну вот с какого перепугу Пончики называют донатсами Почему битвы У нас есть слово битва Есть слово бой Сражение Почему батл Почему батл Я не понимаю Вообще батл это бутылка Давайте бутылку тоже батл называть Ну как-то я не знаю Понимаете Вот И знаете что мне говорят У меня естественно больше девочек Мы это уже обсуждали Они говорят Александр Александрович Ну вы не понимаете Это красивый Ну что вот я скажу Я надела широкие-широкие портки Я говорю Я надела джинсы байфренда Я говорю Почему байфренда Ну как бы якобы Я их сняла с байфренда Поэтому они типа большие Это звучит Ну это звучит типа кул Я говорю То есть вы хотите сказать Что английские слова Вам больше греют как бы душу И ласкают Слушаем русский Да Говорит больше Я говорю То есть вам больше нравится Английский язык Чем русский Да Говорит больше нравится английский Я говорю Может вы считаете Что в Америке жить лучше Чем в России Конечно лучше А ну что вы здесь живете Ну что вы здесь живете Поезжайте в Америку Живите там Говорите на английском языке Носите байфренда Кушайте Донатсы Понимаете Вот голосуйте за этого За прикольного президента Вот этого Как его зовут Который кул тоже Да Он абсолютно кул Понимаете Вот понимаете А если вам не нравится Говорит на русском языке Я говорю Только вы Если все таки Вы останетесь в России Вы имеете ввиду одно И это кстати Всем нашим слушателям Я хочу сказать Что Когда вы окажетесь В ситуации В которой я неоднократно Оказывался Когда вы будете вести Очень сильно Такой душевный Разговор Как с вами А жесткую полемику С оппонентами Из-за рубежа Там из Европы Из Азии Из той же самой Очень тяжело С ними разговаривать Которые будут Очень жестко Вам оппонировать По поводу Вообще Влияния России Роли России Заслуг России Место России В современном мире То в общем У них аргументов Очень много По которым Мы по очень многим Статьям От них отстаем Начиная там Экономики Происповеденность труда Того сего Пятого Десятого Бюджета Очень много всего И наконец Наш убийственный козырь Это культура Ну вот да Здесь конечно Нам нечем крыть Культура Нечем крыть Это главное Что у нас есть А язык Это неотъемлемая Составляющая Основа нашей Национальной Культуры Понимаете Поэтому Когда мы Когда мы Говорим Вот там В Советском Союзе Заставляли Узбеков Казахов Там всех Учить русский язык Насильственно Ничего подобного Через русский язык Люди Вот эти Небольшие Относительно народы С небольшими По объему Культурами Становились Частью Великой Российской Культуры И гамзатов И кто угодно А соответственно Мировой Бальзака Никто на узбекский язык На тот момент Не перевел А кто бы знал Гамзатова В мире Если бы Извините Он не стал Частью Советской культуры Ну кто Вот понимаете Для меня Так сказать Не просто цепляющий Но Вопрос О котором я Все время думаю Про язык Ну через компетенцию Про телевидение Я поняла О чем вы говорите Но мы Может быть Еще к этому вернемся Вы упомянули Вчера был семинар Деятельность ГИМО Во-первых Слава Богу Что вас хватает Для этого времени Потому что Я училась Позже чем вы Но раньше Чем ваши студенты Естественно Я думала о том Что Ну я сразу понимала Что я буду заниматься Журналистикой Рано выбрала направление Культурологическое Вот практических занятий Не хватало Потому что Было ощущение Что наши замечательные Педагоги Все-таки Они оторваны Они не работали никогда На практике Моими любимыми занятиями У нас то же самое было Да И то что Люди Которые Высочайшего уровня Профессионалы Из профессии Работающие здесь И сейчас Занимаются с детьми Потрясающе Вы скажете Что больше девочек Мы за чашкой чая Обсуждаем Что действительно В ГИМО Сейчас больше девочек Какие они в целом В принципе На что они мотивированы Потому что МГИМО как лейбл Опять англиканизм Как марка Да Так сказать Просто престижное образование Понимаете Вот я по своему опыту Вижу Что оно у нас Не коррелируется В прямую Жизненный успех Профессиональный успех И диплом У меня очень много Людей рядом Очень успешных Которые Не то что МГИМО Не заканчивали Вообще непонятно Что заканчивали Вообще Есть ли у них Высшее образование Кстати на телевидении Это особо заметно То есть мне кажется Что вот в моем понимании Прямо ложиться на рельсы Ради того Чтобы поступить Именно в этот вуз МГИМО В ВГИК В ГИТИС И это стопроцентная Гарантия профессии Нет Не получается Потому что все равно Россия Все равно есть моменты Протежирования И фарты О которые говорят Творческие люди постоянно Вот как вы оцениваете Процесс И того Кто они сейчас На что Чего они хотят В жизни И вот эту вот Корреляцию Между дипломом Во первых Лейбл Это торговая марка Прошу прощения Торговая марка Отличное слово Поэтому МГИМО МГИМО Это действительно Торговая марка Это в определенной степени Знак качества Знак качества Скорее Ты получаешь Знак того Что ты В общем Получил Хорошее Качественное Гуманитарное Образование Значит МГИМО Поступают За двумя вещами Во-первых Он сейчас Реально Стал университетом А не институтом Как он был При мне Там очень-очень Много факультетов На каждом факультете Отделения Там направления И так далее Вот И там Очень неплохое Гуманитарное Образование Действительно Он входит В список В список Лучших Российских вузах И заслуженно Не просто потому Что элитарный Не просто потому Что там дорогой Не просто потому Что с традицией А именно Качество образования Очень неплохое Вот вы Вы вот это заметили Действительно Нам преподавали Специальность Журналистику Какие-то люди Которые Какие-то неудавшиеся Были в жизни Журналисты Которые в общем Закончили тем Что нам в ГИМО Рассказывали Что Пушкин журналист Да Что Пушкин журналист Да И что нужно И как там Нужно писать Там Очерк в газету Ну как-то все это было вяло Вот До сих пор Помню Как один наш Педагог Нас учил Что нужно Образный язык И как пример Приводил Что вот Скажем Как прекрасно Когда не просто Мы ехали Мы ехали в гору А дорога С серпантином Ввинчивалась В облак А вот это Вот красиво Говорили Вот Сейчас действительно Очень много Профессоров И приходящих Которые Как бы не на полную ставку А приходят читать Вот Действительно Как я Действительно Профессиональных Сильных Журналистов Это правда То же самое Для экономистов Для юристов Там для Вот Потом имейте ввиду Каждый раз Приезжает ли это Король Саудовской Аравии Или кто-то еще Он приходит Читает лекцию МГИМО Понимаете Мои студенты Я прихожу на занятия Когда после визита Короля Они говорят Татьяна Александрович Знаете какая длина МГИМО по фасаду Я говорю Нет Они говорят 53 С-класса После визита Короля Саудовской Аравии Так же запомните Длина МГИМО по фасаду 53 С-класса Вот Ну Согласитесь Для 18-летнего Мальчика-девочки Посидеть Послушать лекцию Короля Саудовской Аравии Ну это как бы круто Да Они не всякие Не всякие студенты Там Гарварда Имеют такую возможность Вот Это первое Второе Люди поступают туда Поэтому знания Действительно довольно качественные Блестящие языки Это всегда было Мы всегда соревновались С инъязом По качеству языков У них было больше языков Но у нас они были Качественнее Чем там И наконец Еще одна вещь Это вот То что сейчас называют Тусовка Круг общения Круг общения Связи Знакомства Понимаете Ты приобретаешь Уже входишь С 18 лет С момента С 17 Как ты поступил В круг неких людей С которыми ты будешь Идти по жизни Кто-то на год Надо бы младше Кто-то на год Надо бы старше Ты с ними Играешь в КВН Ты с ними ходишь на вечера Ты с ними играешь в футбол Там вместе в команде И так далее Вот Ну проводишь Там есть Строотряд Не знаю У нас есть Для ребят Да В свое время Вот И затем По жизни Это будут Это будут Твои друзья Твои знакомые Которые Поверьте Мгимо Хотя он и элитарный Это мы знаем Что элитарный Для мальчишек И девчонок Это такая же Студенческая жизнь Там и любовь И свидание И вместе Тусовка И избежать лекции И выпить пиво И так далее И все это По жизни Будет людям Помогать В это братство Оно остается И люди всегда Друг другу помогают Это тоже Это очень важно Такой Попасть Вот в этот Круг общения Ну а что касается Девочек То Ну нельзя их За это обвинять Но к сожалению К сожалению Большинство из них Стремятся Где-то там К четвертому К пятому курсу Выйти замуж И там За дипломата За перспективного Какого-то Милом Раев Шалашевич Милой Аташе Это первое Что нам сказали На первом курсе Когда мы пришли Понимаете Какое дело И это Это конечно Вот Я считаю Что это грустно Потому что С одной стороны Нельзя обвинить Тех пап Которые готовы Платить любые деньги Чтобы их дочка Училась в приличном месте Нельзя обвинять Девочек Которые нормально Хотят получить Приличное образование И стать женой Достойного человека И обеспечить себя И свою семью Но Есть парадокс Как в моем вопросе Про подрастающего поколения Что А как быть с правами Права девушек Соблюдаются Да У нее лучшая ЕГЭ Все Она поступила А как быть с правами Тех мальчиков Блестящих мальчиков Которые Не добрали баллы По ЕГЭ То ли он математику Не сдал там То ли еще чего-то Который мог бы Стать блестящим Журналистом Блестящим дипломатом Получить блестящее образование А не смог Потому что Его место Заняли сразу Три девочки Вот понимаете Которые все три Потом вышли замуж И уехали Стирать рубашки В Нью-Йорк-сити Понимаете Вот В этом есть Конечно Проблема И я считаю Тот Та ситуация Когда учились мы Когда было написано В документах Что в МГИМО Принимаются Преимущественно Люди мужского пола Это было написано В уставе института Это было Может быть Не политкорректно Но это было Более справедливо Я считаю Я сейчас скажу Классическую Идиотическую фразу Про то Что я выросла На вашем творчестве И буду В общем Умею право Это сказать Когда красивая женщина Говорит мне Что я выросла На вашем творчестве Это значит Шансов у меня Тут уже никаких Но Я думала о том Что Понимаете Но все равно Мы выбираем Как я понимаю Познер А выбираем То что нам нравится В общем Скажем так Профессиональном потоке Я думала о том Что почему Как мне кажется Что Вы мне Близки Как журналист Как автор Как человек Владеющий Блистательно Всем что связано С Европой Не с точки зрения языка С точки зрения Вообще восприятия Мировоззрения Что во всех Понятно что Острая политическая борьба Понятно что Есть вещи Которые мы сейчас Так приятно Тепло Светски беседуем Ну как Тот огромный Груз ответственности Который лежит На настоящих журналистов Международных Потому что Это и окно В ту сторону И в эту Все это ясно Но мне кажется Что в ваших материалах Вот например Распоминаю Чисто английский репортаж Цикл такой Да сериал Все равно Есть то Что мне Принципиально В людях Положительный взгляд На мир Витальность некая Любовь к жизни Любовь к миру Если ирония То все таки добрая Но вы знаете Вот не люблю я Саркастичных людей Когда это основа Когда это почти От сарказма До желчи Да один шаг И к чему я подвожу Мне кажется Что сегодняшняя проблема В нашего общества Во многом Ну в культуре В гуманитарной сфере Что вот эта критическая масса Негатива во всем Мы говорим Ну вот мы там говорили Там с вами Да О премьере Матильды Что в принципе Это абсурд Чтобы идти в кино Например Как на войну О том Что люди Не занимающиеся театром С восторгом С упоением Отписывают подробности Когда Театрального режиссера Арестовали Люди Которые в жизни В театре не были Ни на его спектаклях Ни вообще Но вот этот негатив Я уж молчу Про желтую прессу Потому что для меня Мало того Что они не были в театре Они естественно Не видели ни одного Финансового отчета Да Но судят Они о том и о другом То есть Тот самый стакан И вот это вот желание И потом желтая Я ненавижу желтую прессу Вот если бы у меня был Какой-то такой серьезный Административный ресурс Александр, я знаю Слишком много ситуаций Когда люди попадали Извините Творческие люди С тяжелыми проблемами Там я не знаю С алкоголем и так далее На срыве Потому что С любовью говорите Об этом самом О поп-искусстве О поп-музыке Вот мы потеряли Слушайте, но не надо Лезть к умирающей Гундаревой С камерой Не надо Не надо лезть К Хабенскому На похоронах Его любимой жены И щелкать Я и это имею в виду Никто не сказал, что Желтая пресса Должна быть безнравственной Я это имею в виду То есть есть какие-то вещи Которые всегда были человеческими Сам по себе цвет страниц Он не предполагает Хамство, безнравственности Вседозволенности Не предполагает По-самому себе Желтая пресса Это неплохо Это ответ на запрос Людям это интересно Люди хотят знать Кроме того Извините Артисты Сами в этом виноваты Они сначала Всячески пытаются Подогревать интерес К собственным персонам Разводами Браками Скандалами А потом обижаются Когда к ним залезают В пасти Нет, ну знаете Есть люди, я знаю Которые как раз Всячески себя оберегают Но не получается Понимаете Сегодня люди не могут Просто элементарно В приемный покой Склиффа с переломом Попасть Чтобы тут же не оказаться На странице стресса Но это же безобразие Это безобразие Но, вы знаете С другой стороны Когда Когда Человек Вот с Гундаревой Отличный пример Потому что человек Вырос в другое время Она выросла На своем невероятном Таланте Одна из моих Любимых актрис Во-первых Я считаю Что это Один из идеалов Вообще Красоты для меня Русская женщина Наташа Гундарева Ну и потрясающе Вам приятно было Эти снимки Вы знаете Мне это было Неприятно С ней действительно Жуткая несправедливость Она выросла И получила Свою популярность И все Не на этом А именно На таланте На работе Она работала Как лошадь Понимаете Я прекрасно ее знаю Вот Знал Вот Понимаете А сейчас Сейчас Немножко другое время Сейчас Время вот такого Шоу-бизнеса С его законами Законы шоу-бизнеса Попсы Популярности Раскрутки И так далее И так далее Поэтому Становясь публичным Человек подписывает Некий контракт С прессой С дьяволом Ну не с дьяволом С прессой С той же желтой Понимаете Он благодаря ей Становится популярным И поэтому Когда потом Она приходит к нему Это контракт с дьяволом Когда ему не очень хочется Ему говорят Извините Но такие были условия Контракта Вы хотели Чтобы мы к вам приходили Не только когда вы хотите Но и когда мы хотим Понимаете Это самое Там Каким-то там Актрисам не нравится Не нравится Когда их снимают Без косметики Да Ах-ах Не снимайте меня Не, минуточку Вы хотели Вот и все Люди хотят Нет, но мы говорили О более серьезных вещах О нравственности И о негативе Я еще Вот почему я говорила О том, что О вашем светлом творчестве Потому что взгляд на мир Может быть По поводу негатива Я все время служил в армии Меня призвали уже После окончания института Я служил в Эфиопии Вот Значит Два года Ну как Сочная служба И когда я туда поехал Я сказал Ну нет Худо без добра Я уже журналист С опытом Я уже там Четыре года почти Это работал на радио Вот В Москве Да Я напишу книгу Вот я приеду Напишу книгу Об Эфиопии Я прожил там Двадцать шесть месяцев Проработал Вот И я в общем Эту страну И этот народ Возненавидел Вот честно вам скажу Пускай современные Эфиопы на меня не обижаются Наверняка за это время За сорок лет Там страна уже Далеко вперед Но в то время Конечно Это была Это была Жутко Гнусная Лицемерная Насквозь продажная Страна Которая Часть людей Сосали деньги Из русских Часть из американцев Те и другие Это не верили Перекидывались Одни к другому Вот Понимаете И так далее Вот И когда я вернулся В Москву Я понял Что нельзя писать О том Чего ты не любишь Ну нельзя Понимаете И вот Жуткая лицемерие Жуткая лицемерие Советской журналистики И международной Мой папа был Международным журналистом Тоже И тоже ему это было присуще Отчасти Хотя В общем Он мой папу Ну надо признать Такое было Вот так Называлась эта игра Правила игры Что Всем очень нравилось Жить за границей Быть корреспондентом Правды в Америке Или корреспондентом Программы Время Во Франции Но человек Выходил в кадр С микрофона Нелегкая Журналистская судьба Снова Занесла меня На загнивающий Смердящий Запад Понимаете Вот Ему очень нравилось Там жить Но приходилось Делать вид Что не нравится Сейчас К счастью Этого лицемерия Нет Сейчас Сейчас у нас Есть возможность Быть гораздо честнее Никто не заставляет Говорить всю правду Вообще По жизни Нас никто не заставляет Всю правду говорить Да Поэтому Ну там Скажи правду Нравственный закон Внутри нас Ну не всю Не всю Если ты Попробуй сказать Девушке За которой Ухаживаешь всю правду Вот ты обречен Сразу понятно Лучше всю не говорить Но Мы имеем возможность Не врать Никто Никогда Не заставляет Тебя врать Ну если Ложь по спасению Это отдельная история Тебя поймали Фашисты И спросили Где штаб Говорить нельзя Вот Понимаете Мы имеем возможность Не врать Мы имеем возможность Не писать Почему хорошая новость Это не новость Скажите мне Почему хорошая новость Это не новость Новость когда погибли Сгорели Беда какая-то Произошла Эту дискуссию Мы ввели Вместе со Светой Сорокиной Еще в свое время С президентом России Ельциным Который был там Вести гонит чернуху Значит смотрите Новость В широком смысле Это то Это я детям Это объясняю на лекциях Это то Что происходит Не каждый день Понимаете Да Но в узком смысле Это называется Информационным поводом То что происходит Не каждый день Поэтому Если вы придете В компанию свою Вот утром Вы придете Вот к себе На работу Да У вас соберутся Там ваши помощники Там ваш отдел И вы скажете Сейчас я знаете Что расскажу Это невероятно Я сегодня За мной приехала Вовремя машина Я села в машину Машина была не накурена Как-то нормально Мы доехали Ни разу не попали В пробку Вот Нормально как бы Доехали Потому что в 5 часов утра Когда я еду на работу Как вы знаете Пробок не бывает Вот Мы ни в кого не врезались Вот я вышла из машины Не подвернула ногу Поднялась на лифте К 79 этаж Не застряла в лифте И я пришел И вот вы все пришли Сели И никто еще Меня не обматерил Они скажут И? А в чем фишка? В чем новость? Понимаете, да? Так вот Тоже самое Потряси Борисовича Николаевича Вильсона Что когда самолеты Будут падать каждый день Вот каждый день В Шереметьево Или на блоку Будет падать самолет Вот каждый Вот каждое утро Будет начать с того Что опять в Шереметьево Упал самолет И там 200 человек погибли То Информация о том Что сегодня В Шереметьево Не упал ни один самолет Будет новость Понимаете? Да А пока в Шереметьево Самолеты взлетают По расписанию Более-менее И благополучно И в общем авария Последняя авария была Помните? Когда во внуков Там какой-то упал Надо было там Может лет 8 назад Да? Вот До тех пор Упавший самолет Будет являться новостью Понимаете? Вот Поэтому Дело не в чернухе И то И то Что сегодня Большинство новостей Которые вам сообщают По телевизору Там По радио Не знаю В инфомагенте Большинство новостей Являются негативными Да Это говорит о том Что жизнь В целом хорошая И поэтому Негатив Является новостью Которую Люди интересно знать Людям интересно знать Чего опасаться Чего бояться Людям Внутренне комфортно Когда происходит ураган Но не здесь Понимаете? Как будто там Вот Понимаете? Это Новостью всегда Будет что-то Ну хорошо Сложнейшая операция Почему уродцев Раньше показывали На базарах И ярмарках Да? Потому что Это было ненормально Это было Это было интересно Это посмотреть Понимаете? Вот Ну хорошо Сложнейшая операция Которая провели Наши хирурги Блистательные Спасли ребенка Да? Вот условно Говоря Какая-то Именно в таком Научном Я молчу Как бы Про свою сферу Я культурой занимаюсь И мне вот У нас был Александр Владимирович Журавский Замминистра культуры Вот их сейчас терзают Бесконечно Да? Там понятно Чем А они условно Вот они Например Выяснили Что великий Наш Додин Театр из Санкт-Петербурга Там в 20 с лишним лет Ни разу не был в Японии Да? Так мы про Додина Или про операцию Значит Новости про операцию Да Регулярно становятся Темой телевизионных репортажей Там российские хирурги Провели уникальную операцию Да Об этом часто говорится Да Вот буквально недавно В Филатской больнице Сделали какую-то ребенку Операцию Я вот видела Буквально пару дней назад Показали по телевизору Интервью с хирургами Как он А младенцу Совсем что-то такое Что-то мальчику Типа там Ну младенцу Было там что-то несколько дней Сделали какую-то уникальную операцию Спасли Все будет жить Мама Мама счастлива Вот Это бывает Это показывает А культура? Вот Что касается культуры Вот давайте вернемся К любезной вашему сердцу Матильде Да Вот Это хорошо Или плохо Вот какой сделали Какой сделали рекламу Этому самому фильму Матильде Невероятную Вы же сами говорите Вы были Вы были на предпремьерном показе Как бы там Для избранных И то кордонной милиции Кордонной кордоны Конные полицейские Там толпа Четыре и так далее Понимаете Сделали жуткую рекламу Поэтому с одной стороны С одной стороны Конечно то что Значит это самая Прокурор из Крыма Бывшая А теперь депутат Госдумы Да Значит Устроила жуткую волну Вот этого наката Отрицательный На этот фильм Это вроде бы плохо Но с другой стороны Она сделала Огромную рекламу Этому фильму Да И сейчас Сейчас на самом деле Главной загадкой Для всех Кто как бы там В индустрии Это интересно Ей заплатили Ей заказали рекламу Этого фильма Или нет Потому что лучшую рекламу Было трудно создать Понимаете Вот Понимаете Вот Поэтому На самом деле Я считаю Что Ну вот скажем Зачем рекламировать Очередную постановку Большого театра Если она не уникальная Если там не впервые В истории пригласили Американского Помните Когда американец Как его звали Я уже забыл Приехал Приехал премьером Большой американский Этот самый парень Я поняла Это была новость Об этом все сказали Вот впервые В истории балета А потом еще Нуриева отменили А потом снова поставили Это новость А когда просто Большой билет Не купишь В принципе Невозможно Это очень сложно Купить билет в большой Особенно на старую сцену Он не нуждается В рекламе Не нужно говорить О том Что у нас Замечательный балет Об этом Высоцкий Спел Уже достаточно Мы впереди Плайн Все Вот Точно так же И космос Ну посмотрите Наши космонавты Ежедневно Совершают подвиг Они ежедневно Бьют рекорды Они там годами Про них все забыли Понимаете Если Кения запустит Космонавта На нашу МКС Там типа На несколько часов Он приедет Перекурит И вернется Они будут Об этом год вспоминать Наши там годами Все это все забыли Уже не новость Нормально Мы привыкли К тому Что хорошо Поэтому нет Я считаю Что пока Новости в основном Негативные Это значит Жизнь в основном Позитивная И последнее Очень коротко Я когда прожил Три с лишним года В Англии Корреспондентом Я вдруг понял Что я боюсь Ехать обратно в Россию Объясню почему Я три года Смотрел Россию По телевизору Понимаете Да И телевизорные новости Они имеют отношение К новостям Но не имеют отношение К реальной жизни Понимаете Точно так же Как многим советским людям Казалось Что в Америке Линчуют негров И там все плохо Они боялись Не ехать в Америку Потому что Меня там наверняка Убьют Новости не имеют Отношение к реальной жизни А не имеют отношение К новостям Я поняла Что вас не сбить Поэтому вы Это вы И это совершенно Близстательно Не сбивайте Вы сбивайте Нет ну что вы Это очень на самом деле Интересный И правильный угол зрения Я поясню Что наверное Я в силу Все таки Специфики Там выбранного Пути Наверное Тяготею К деятельности Просветительская Для меня Журналистика Тире Культурология Тире Просветительская Если вы позвали поздно Родом Вы сказали Три функции Журналистика Информировать Развлекать И просвещать Каждый выбирает Что ты Вот я выбрала Просвещение Вы выбрали последнее Это нормально Ну как Один врач Это самое Режет Другой зашивает Да И вот Возвращаясь Ну просто Как информационный повод Например Условно Как Матильде Мне кажется Что здесь Все это произошло Потому что В принципе Людям Интересно Сегодня Чуть Больше Копнуть Потому что Мы в этом Мы живем Потому что Мы все равно В нашем кругу Вот нашим С вами Мы все равно Говорим Как у Чехова О смысле жизни Такие разговоры С того Где снег пойдет Давайте лучше Чай попьем Значит Людям интересно Действительно Верующим Что оскорбление Не оскорбление Канонизировали Николая Второго Сразу возникает вопрос Мы тоже про это говорим Вот А почему канонизировали Есть некие там Аргументы За и против То есть Это Ну как бы Разговоры Выходящие За рамки бытового Выходящие за рамки Покупок продуктов Глянца Покупок там Я не знаю Чего-то И так далее То есть И вот эта ниша Сегодня Как раз Наверное Как мне кажется Возвращаясь К нашим СМИ Она не занята Потому что Ушли из жизни Толстые журналы То что я видела У своих родителей Постоянно новый мир Там вот это вот Еще Да Вот Как бы Этого нету И передавания Там вычитали Ушла Серьезная критика Кстати Люди искусства В общем страдают Потому что Вот серьезные рецензии Раньше людям давали Звание народного артиста Условно Им нужно было Перенести портфолио Материалов о нем Серьезных Аналитических Сегодня Этого как бы Практически нет И вот Плюс еще нет Авторитетов Когда вот Какие-то вещи Такие происходят Да Я говорю Слушайте Ну нет Лихачева Вот нет Он бы сказал Вышел бы сказал Ребята Матильда Это хорошо Лита Матильда Это плохо Условно Нет людей Вот я посмотрела Я не соглашусь С вами Почему нужен лихачок Чтобы решить Хорошо это или плохо Я например Не люблю стихи Ну вот не люблю я стихи Я понимаю Что я сейчас вас Изучал Но не нравится Мне очень нравится проза Я считаю Что бунинская проза И есть бунинские стихи Мало об этом кто знает Да Ну бунинская Притом Как он гладил словом И у нее милые стихи Но проза Бунинская проза Это вершина Вообще Литературного Русского языка И умение Общаться с кем-то На бумаге Ну никакие стихи Не могут с этим сравниться Пушкин может быть Потому что он не писал стихи Он думал стихами И он чувствовал стихами И отчасти вот Пушкина готов Но все равно Я не люблю стихи И не нужно Чтобы лихачок Мне объяснал Что Пушкин лучше чем бунин Не надо Мне не нужен для этого лихачок Вам не надо Кому-то надо Еще раз повторяю Для тех Кто вообще ничего не понимает Есть как вы правильно сказали Массовая культура Есть желтая пресса Есть поп-музыка Потому что надо же поднимать людей Но для того Чтобы слушать Шиштова Пендерецкого Нужно закончить Как минимум музыкальную школу Понимаете Иначе ты Иначе тебя там не удержат Больше 15 минут на этом концерте И не надо Понимаете Не нужно нам объяснять Это же снобизм Ну я не считаю Что значит Есть разное Ведь Искусство Недаром же есть народное искусство Недаром мы так все любим Чайковского Потому что он Элементы народного Искусства Народной музыки Привнес в классическую музыку Обогатил ее До Чайковского Люди там Гендель Они считали Что вот эти вот мотивчики Это стыдно Вот это стыдно Такие нельзя Такие ноты писать Это позор Нельзя таким языком Разговаривать с людьми А потом оказалось Что можно Понимаете Этот самый Значит Этот Хемингуэй Да Который стал писать Языком немыслимым Для высокой литературы И писать серьезные Литературные произведения Тоже нормально Поэтому для разных Для разных слоев Общины Для разного Образовательного Язык Как русский человек Может понять американца Ну так простой Через американскую музыку Он слушает эту музыку Написанную Написанную негром Извините 60 лет назад И он его понимает Вот ты не поймешь Если ты не читал книжек И не занимался исследованием И не читал речи Мартина Лютера Кинга Никто тебе не так Не объяснит Вот про вот эту душу Американского негра Как этот самый Американский джаз и блюз Я вам расскажу Интересную историю Потрясающую Значит Гершвин В свое время Написал замечательный Порт Гебес Где заглавная Самая попсовая ария Называется Саммертайм Ее пела Элла Фиджеральд И там такие слова Саммертайм называется Лето Перевожу И жить легко Лето Жить легко Значит Рыбки прыгают И хлопок поднялся Хлопок вырос Твой папа богатый Твоя мама красивая Поэтому спи Дорогая Спокойной ночи Это была колыбельная Ну я ее слушал С детства эту песню Поскольку я вообще Любил зарубежную музыку Мне нравилась музыка Я не очень понимал слова Но вот я Я это всегда чувствовал И как-то раз Я попал в Америку И меня повезли Знаете куда В штате В штате Джорджия Самый такой знаете Хижин Дэд Том Этот штат такой южный Повезли меня в маленький городок Далеко от Атланты Где-то в середине В середине In the middle of nowhere В середине ничего Такой знаете Провинциальной И там была Радиостанция Где со мной делали интервью Ну и себя привезли Покормили Обед И интервью Ради этого повезли Вот И мы сделали интервью И после интервью Значит Вышли на веранду На веранду Значит Это Ирзиаста Это маленький городок Совсем такая Дощатая веранда Какая-то типа Прудик такой Нам принесли там пивко Мы сидим С этим С их журналистами Пьем пиво Вот И вдруг начинают прыгать рыбки В пруду Я говорю Это что? Они говорят Я haven't seen the jumping fish Это прыгающие рыбки Оказывается Вот на американском юге Типа в два часа Начинают прыгать рыбки И вот самая жара И все садятся Пьют пиво И я вспомнил Гершвин Что вот это Те самые рыбки Что это чувство Мне было знакомо С 10 лет Когда я впервые понял Что счастье Это когда прыгают рыбки Прыгают рыбки Когда хлопок уродился И твой папа богатый А мама красивая Понимаете Вот Это такой Может быть Ну смешной Вам покажется Глупый пример Но тем не менее Это вот именно о том Как люди могут Друг друга понять Понимаете Не закончив музыкальную школу И элит институт И мне кажется Мне кажется Это очень важно Потому что как раз Снобизм Снобизм Это пытаться Убедить всех Что вот это Это хорошо Ну понимаете Кино снимается Люди Мой папа Не мог смотреть Эти фильмы Которые мы с вами любим Он сказал Слушай Я это не понимаю Ну это непонятно Это кино Которые режиссеры Снимают сами для себя Я говорю Папа Ну я отчасти С собой согласен Да Он не мог Понять черный квадрат Когда я пытался Объяснить Что это Что это Некая позиция Что это Некая идеология Что это Это метафора Которая обозначает Конец традиционной живописи Что человек Каждый человек Должен в живописи Видеть то Что Я это не Живопись То что вешается на стенку Вот ты повесил Тебя красиво И в общем Отчасти Он был прав Он был простой Простой Как бы такой Советский человек Который Который Понимал Скажем Ту же самую Живопись В первоначальном Своем Назначении Потому что живопись Возникла до фотографии Как вы помните И кстати Сейчас это тоже Сильный аргумент Почему возникла Абстрактная живопись Потому что Есть фотография Потому что уже Не нужно рисовать Вот видите Я недавно Был в Прадо Но я поразился Количеством этих самых Вот этих вот Девушек Как они называются Маха Обнаженная маха Одетая маха Да даже не махи А вот эти Как же они называются Инфанты Количество инфантов Потому что У них не было фото Нужно было Всех своих Всех своих инфантов Обязательно запечатлеть Вот сейчас Нет необходимости Понимаете Наступило время Там Мане И так далее А потом пришел Малевич И сказал Все Харе Харе Да Вот Гениальная реклама В Москве Видели висит Малевич Это не только Черный квадрат Сейчас они повесили Не рекламируйте В эфире Мы не знаем Я не знаю Что это такое Но я видел надпись Написано Малевич Это не только Черный квадрат Это правда Это правда Да Это правда Традиционный Финализирующий Вопрос В связи с названием Программы Что дает вам Александр Борисович Чувство полета Ой Чувство полета Вот Ну Во-первых Полет Вот Я вообще-то Там летчик По военно-учетной Специальности Вот То есть Если что Можно на вас рассчитывать Я не на самолете А на вертолете Да Вот Летал На Ми-8 В армии Поэтому полет Полет дает полет Это Это первое Если вы имеете в виду Некое Полет как синоним счастья То Я очень долго думал Что такое счастье И Очень много Слышал разных определений И одно из них Мне понравилось Больше всего Не мое Но тем не менее Что счастье Это когда получается Вот не когда получилось А вот когда получается Потому что когда получилось Как бы Ну Ты очень расслабленный Теперь придется Что-то такое Закон А вот момент Когда вот Начинает получаться И вот ты чувствуешь Вот это Знаете И ощущение Что все-таки Все-таки Я был прав Все-таки Вот сейчас Оно произойдет Вот это Дает ощущение Полета Счастья И вот ты понимаешь Что вот сейчас Оно Это как в спорте Когда ты начинаешь Выигрывать Вот в теннисе Ты сделал брейк Ты сломал подачу соперника И вот ты понимаешь Что победа у тебя Уже в руках Вот Это счастье Это когда ты ухаживаешь Там за красивой женщиной Да вот И ты понимаешь Вот Все Ты уже понимаешь Что она будет Твоей в твоей женой Еще не уверен Но оно уже пошло Уже получается Вот это счастье Я думаю Прекрасно Прекрасный ответ Очень так Ну мне понятно По крайней мере Спасибо большое И до встречи Мы же договариваемся О том Что мы будем встречаться В Доме правительства Московской области На всяких наших Интересных событиях Вы будете Дорогим гостем Спасибо Извините Что я может быть Был не политкорректен Но Мы были прекрасны Спасибо Сегодня в нашей студии Радио 1 В программе Полеты во сне и наяву Снормин У нас в гостях Был журналист Телеведущий Профессор МГИМО Политический обозреватель Арти Александр Гурнов Полеты во сне и наяву Снормин